Традиционно открытие чемпионата началось с марша спортсменов. Среди них мастера спорта международного класса, победители чемпионатов мира и Европы, а также победители местных соревнований. В составе судейской коллегии именитые спортсмены, среди них Марина Синельщикова. Сейчас намного все лучше. Лодки лучше, инвентарь лучше, новые технологии, новые тренажеры. У нас такого не было. У нас все было проще. Чтобы нам завоевать какую-то лодку, чтобы нам купили, нам надо было выигрывать чемпионаты мира, попадать в призы. И только на таком уровне у нас решались вопросы. Сейчас, естественно, я смотрю, что все достаточно на хороших лодках гоняются. Сильный ветер не помешал юным гребцам стартовать на одном из самых важных первенств этого года – открытом чемпионате Республики Беларусь по академической гребле. Порядка 230 спортсменов встретились на воде, чтобы выяснить, кто из них лучший. Настрой хороший, конечно, что жду показать максимальный результат попадания. Сегодня у нас полуфинал АБ и финал С. Конечно, хочу попасть в полуфинал АБ. Сейчас будет сложнейшая гонка, к нам приехали люди из России. Серьезная конкуренция. У нас попадает сейчас одна лодка, будет очень сильный заезд. И вот, как видите, погода меняется в худшую сторону, боковой ветер. Боковой ветер с западной стороны, тем не менее, не помешал белорусским и российским спортсменам выйти на старт, как не помешают и политические ограничения, которые оставляют наших спортсменов по надуманным причинам за бортом европейских и мировых соревнований. Конечно, обидно, что закрыли. Не сильно, конечно, сказывается на моральном состоянии, но лично мне нет. Но то, что обидно, что мы не можем участвовать с другими странами и показать свой уровень мастерства на мировой арене. А так, ну, нормально. Вот мы ездили в Россию, пробовали там свои силы и отлично мы их показали. Конечно, спортсмены чувствуют, что не хватает им азарта этого, выехать куда-то на мировую арену. Да, чувствуется. То есть, такой небольшой упадок есть. Но мы не унываем, надеемся, что в следующем году нас куда-нибудь пустят. Будем готовиться. Несмотря на все сложности, открытый чемпионат Беларуси по академической гребле организован на высшем уровне. И для участников созданы все условия, чтобы они смогли показать свой максимум. Тем более, соревнуясь на одних водных дорожках с именитыми спортсменами, многим удастся потянуть свой уровень и набраться опыта. Соревнования продлятся три дня. О результатах расскажем в следующих выпусках.